Здравствуйте! Меня зовут Руслан Сулейманов. В эфире программа «Африка. Второй фронт». Мы сегодня обсудим самые главные события, которые произошли на африканском континенте в минувшие выходные. Сегодня наш гость в студии – политолог Нариман Алиев. Нариман, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что присоединились к нам. Давайте перейдем к основным новостям. Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный национальный траур После землетрясения, произошедшего в Королевстве поздно вечером в пятницу, в результате которого погибли более 2400 человек, спасательные службы продолжают пробираться в отдаленные деревни страны. Землетрясение магнитудой 6,8 стало самым разрушительным в стране с 1960 года. Оно также стало самым масштабным в этом регионе, как минимум, за последние 120 лет. Между тем, власти Алжира, которые разорвали дипломатические отношения с Марокко два года назад, заявили, что откроют воздушное пространство для самолетов с гуманитарной помощью, направляющихся в королевство. Ситуацию в Марокко мы также обсудим с нашим гостем по ЗУМу, политологом Мухаммедом Аджхухом, который присоединяется к нам из Рабата. Я буду с ним говорить по-арабски и сразу переводить. Для начала я спрошу у нашего гостя об общей ситуации в стране, и также мне хотелось бы выразить соболезнования в его лице всему марокканскому народу. Видимо, какие-то проблемы со связью. У нас небольшие проблемы со связью. С Марокко будем надеяться, что гость к нам вскоре присоединится. Между тем, я хотел бы обратиться к Нариману и спросить его мнение по поводу того, насколько вот эти катастрофы помогают сблизить различные народы. Как я упомянул, у Алжира и Марокко разорваны депотношения. Мы помним, что происходило в Турции и Сирии в феврале нынешнего года. Вот все-таки общее горе, общие проблемы могут сближать народы, или это что-то ситуативное, на ваш взгляд? Конечно, когда в центр внимания приходит гуманитарная повестка, то, безусловно, все остальные конфликты, и этно-территориальные в том числе, должны уходить на задний план. Как мы знаем, между Алжиром и Марокко существует территориальный конфликт, значит, в Восточной Сахаре. Ну, уже несколько десятков лет действительно страны находятся на грани открытого военного конфликта. Но, несмотря на это, конечно, такое бедствие, которое приходится на душу мирного населения, безусловно, должны сближать страны, тем более это страны близкие по этническому происхождению, страны, которые находятся в организации исламского сотрудничества. То есть, это наши коллеги, товарищи, друзья, братья по глобальному югу и по исламскому сотрудничеству. Поэтому, конечно же, гуманитарная повестка должна всегда идти впереди политической. То есть, все-таки, общее горе может сплачивать разные народы, и это то, что может быть единственное, что помогает людям объединиться? Безусловно, это не единственное. Хотелось бы, чтобы общее счастье объединяло народы, но, безусловно, общее горе также объединяет и правительство, и народы, и общество различных стран. Спасибо, спасибо вам большое, Нариман. Я понимаю, что с гостем из Рабата мы не сможем подключиться. Поэтому, гость нас слышит, да, мне подсказывают, гость нас слышит. Я устаз Мухаммад, хал-самяны. Ифтах аль-микрофон минфадлякум. Я прошу нашего гостя включить микрофон, если он у него отключен. Мухаммад, хал-самяны. Да, видимо, проблемы со связью. К сожалению, будем надеяться, что мы свяжемся с нашим гостем в следующий раз. Но пока мы переходим к следующей теме. Страны Африканского Союза стали постоянными членами группы 20. Об этом стало известно по итогам саммита 20-ки, состоявшегося накануне в Индии. Об этом следующий сюжет. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил принять Африканский Союз в группу 20 еще в июне. Он обратился с письмом к лидерам 20-ки, предлагая предоставить Африканскому Союзу полноправное членство в группе. Выступая на открытии саммита в Нью-Дели, индийский премьер поздравил представителей объединения с новым статусом. Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом большой 20-ки. Я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю Африканский Союз присоединиться к группе 20-ти. После слов премьера, глава Министерства иностранных дел Индии Сабраманян Джайшанкар подошел к президенту Каморских островов, который председательствует в Африканском Союзе. Аззалия Асумания проводил на место за столом, где заседают члены группы 20-ти. Установил перед ним табличку и флаг Африканского Союза. Позже официальный представитель индийского МИДа Ариндам Бахчи подтвердил в социальной сети ИКС, что Африканский Союз официально стал членом группы 20-ти. По ключевым итогам саммита Африканский Союз официально стал членом группы 20-ти. Помимо принятия во объединение Африканского Союза, страны планировали обсудить последствия при остановке зерновой сделки, усилия по реформированию глобальной финансовой архитектуры, улучшению условий для частных инвестиций и инфраструктурных проектов в Африке. Ранее лидеры группы 20-ти по итогам саммита в Нью-Деле приняли заявление, в котором признали различия взглядов и оценок по ситуации в Украине среди членов сообщества. Они призвали всех государств соблюдать принципы норм международного права, в том числе относительно суверенитета и территориальной целостности, а также отметили важность мирного регулирования конфликтов и диалога. Мне подсказывают, что наш уважаемый гость из Марокко подключился к нам. Сейчас мы все-таки обсудим ситуацию в этой стране, которая пережила тяжелейшее и самое крупное с 1960 года землетрясение. Мухаммад Ачхуф, политолог из Рабата, у нас на связи. Я устаз Мухаммад. Вы знаете, что вы знаете? Да, я очень слышу. Спасибо. Да, гость говорит, что слышит меня отлично. И вначале я хотел бы выразить соболезнования всему марокканскому народу, а также спросить об общей ситуации в стране. Я устаз Мухаммад. Я хочу, чтобы выразить соболезнования, чтобы выразить соболезнования всему марокканскому народу, что выразить соболезнования сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 В последние полвека магнитуда достигала 7 баллов и по последним данным уже более 2600 человек погибли в результате этой природной катастрофы. По словам нашего уважаемого гостя, главным образом оно затронуло не города, а деревни, при том очень отдаленные деревни, которые расположены в Атласских горах. И до сих пор не все спасатели смогли достигнуть пострадавшие регионы. Спасательные работы в Марокко еще продолжаются. И в этой связи я хотел бы спросить у нашего уважаемого гостя, удается ли марокканскому правительству самостоятельно преодолевать последствия этого катастрофического землетрясения или все-таки Марокко нуждается в международной помощи, в международной поддержке. Юсуаз Мухаммад, ответы на втором о оборудовании, в том что в оборудовании система будет успеть гуменировать цепь этот запад на оборудование? هل المغرب يحتاج إلى المساعدة الدولية لا ومما لا شك فيه كانت هناك العديد من الزلازل التي وقعت قبل سنوات والمغرب تمكن من تحدي هذه الصعاب مثلا زلزال أقادير الذي وقع سنة 1960 في مدينة أقادير كان جد مدمر ذهب فيه الألاف من الضحايا وبعد ذلك كان بفضل جهود القوات المسلحة في ذلك الوقت المغرب تمكن من رفع الأنقاض ومن إعادة إعمار مدينة أقادير حتى أصبحت تسمى بجوهرة الأطلس الزلزال الآخر الذي تعرض له المغرب كان في مدينة الحسيمة سنة 2004 أيضا كان هذا الزلزال ذهب فيه مئات الضحايا والمغرب فعلا لعب دور كبير القوات المسلحة والمجتمع المدين المغرب لعب دور كبير في رفع الأنقاض وفي جهود الأنقاض مما لا شك فيه دور كبير في حالوات المغرب В 2004 году в городе Аль-Хусейна также было очень серьезное землетрясение, и тогда также вооруженные силы страны принимали участие в спасательных работах. Так что у Марокко есть большой опыт преодолевания подобных катастроф, и поэтому пока что Марокко не нуждается в какой-либо международной помощи. Аخر сؤال, يا Устазь Мухаммад, из-за того, что Аль-Жазейр фатах Мемар-Аль-Чаввий для авторитетов, которые приходят в Аль-Магреб. Аль-Мухаммад, я думаю, что эти каритоты будут影響ать отношения между Аль-Жазейр и Аль-Магреб? Аль-Мухаммад. Аль-Мухаммад, я думаю, что Аль-Мухаммад... Аль-Мухаммад, я думаю, что Аль-Мухаммад, я думаю, что Аль-Мухаммад Радов, который приходит в Аль-Мухаммаду. Ваши уважаемые гости, говоря о том, как эта ситуация отразится на лжирско-марокканских отношениях, подчеркивает, что королевство всегда открыто к любой международной помощи, к любым инициативам. С любой стороны наш уважаемый гость подчеркнул, что накануне состоялась телефонная беседа между марокканским королем Мухаммадом VI и президентом Франции Эммануэлем Макроном, который сообщил о том, что Париж готов оказать всестороннюю поддержку Марокко в преодолении последствий этой катастрофы. Одним словом, Марокко готова к любой протянутой руке помощи и таким образом можно надеяться на то, что Марокко и Алжир могут в итоге нормализовать двусторонние отношения. Я хотел бы в завершении поблагодарить нашего уважаемого гостя, пожелать всего самого доброго лично ему и всему марокканскому народу. Я хотел бы вам спасибо всем и всем мухаммадом. И, надеюсь, все будет хорошо в этом направлении. Спасибо вам, Ахи Руслан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Переходим к следующей теме. Франция отказалась возвращать в Нигер два вертолета «Газель», ранее отправленные в ремонт. Об этом сообщил новостной портал «Жюн Африк». Как отмечается, французская компания «Сабен Текникс» приняла на ремонт два вертолета модели «Газель», принадлежащие военно-воздушным силам Нигера в начале августа. Однако, Генеральная дирекция по вооружению Франции запретила компании осуществлять ремонт, как возвращать их. Ранее Франция предоставила Нигеру пять вертолетов в рамках помощи в борьбе с терроризмом, три из которых были поставлены в 2015 году, а два других в 2022 году. В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мухаммада Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения Родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Чиани. В этом году экономическое сообщество стран Западной Африки, в котором членство Нигера было приостановлено, ввело против мятежников санкций и потребовало от них освободить Базума, пригрозив применением силы. О ситуации на африканском континенте мы наконец поговорим с нашим уважаемым гостем в студии, политологом Нариманом Алиевым. Вот мы добрались до, наверное, одной из ключевых тем на сегодня, тем, которые обсуждаются вообще в последнее время, в последние дни, если не годы. Это тема постколониализма, вот, наверное, наиболее активно об этом стали говорить после начала войны в Украине. Какое определение вы дали бы понятию постколониализма? На мой взгляд, постколониализм это современная система зависимости постколониальных стран от метрополий. Значит, системы бывают разные, в первую очередь и более гуманные созависимости, такие, как, например, Великобритания организовала организацию Commonwealth. Также надо отметить, что есть, например, Евразийский экономический союз, который также является такой системой постколониальной, но созависимой в том числе. И, безусловно, постколониализм и колониализм в современных формах обретают абсолютно уродливые формы. Например, в Африке, то есть мы говорим сейчас о французском колониализме. Вот в последние месяцы как раз в Африке мы наблюдаем целую волну государственных переворотов. К власти приходят военные, они отказываются от сотрудничества с Францией. Можно ли вот эти события назвать одним из проявлений уже постколониализма? И вообще можно ли как-то взять и разом разорвать все отношения с бывшей метрополией? На мой взгляд, следует это называть, вот эти военные перевороты и отказ от сотрудничества с Францией необходимо назвать деколониализмом. Потому что, на самом деле, колониализм в Африке в данный момент существует. Просто это так называемый скрытый колониализм, так называемая Франц-Африка. То есть в Африке около 14 стран и более 200 миллионов людей до сих пор живут в полной нищете и в полной зависимости от Франции. За последние 50 лет французским правительствам было организовано более 40 раз военное вторжение на территории африканских стран для того, чтобы защитить лояльные коллаборационистские режимы в Африке. Кроме того, позвольте я немного расскажу вообще о системе взаимоотношений между Францией и вот этими африканскими странами. Значит, до 1945 года в Африке в обороте был франк. И таким образом Франция и официально Париж имели доступ ко всем ресурсам, ко всем африканским ресурсам, в том числе и трудовым ресурсам. После этого ресурсы выкачивались в Францию и в виде товаров и в виде добавленной стоимости возвращались в Африку. Но после подключения Франции к Бреттенвудской системе и после того, как франк резко понизился и обесценился в цене, Франция придумала новую систему зависимости Африки от себя. Это создание так называемой КФА-франк. То есть это валюта, которая сейчас крутится в более чем 14 странах, если не ошибаюсь, на данный момент. То есть если раньше колониализм осуществлялся с помощью танков и орудий, то сейчас колониализм осуществляется с помощью банковской системы, экономических различных инструментариев. Хочу обратить ваше внимание на то, что запас с 1970 года, если говорить точно, ВВП на душу населения в африканских странах, он не вырос ни на один, реально ВВП не вырос ни на один процент. То есть, соответственно, рост экономики за все это время был около нуля. С чем это связано? Это связано с тем, что по договоренности КФА более 50% всех валютных резервов страны КАВАС должны находиться во французских банках. 20% в виде грабежа сразу же изымается французским правительством для обслуживания валютных операций. И 30% это те деньги, которым могут обращаться африканские страны. И то еще дополнительно взымается плата за различные операции по эксченджу и всему остальному. И получается, что на самом деле очень серьезная ситуация в Африке по этой причине. Да, были моменты, когда, например, Гвинея Сюку Туре хотел отказаться от этой валюты КФА. И таким образом Франция наполнила фальшивыми купюрами эту страну для того, чтобы создать гиперфониляцию в этой стране. Но у нее ничего не получилось, но уже Гвинея не смогла, скажем так, вернуться в нормальное состояние. После этого в Тогу Сильва Солимпио тоже пыталась это сделать, но французское правительство убило этого политического лидера. То есть не допустило эту ошибку, то есть не сохранило этого правителя там. И по этой причине действительно в Африке сейчас такая сложная ситуация. И безусловно, глобальный юг поддерживает африканские страны в их стремлении получить экономическую, а соответственно и политическую независимость от митрополии, от Франции. У нас остается совсем немного времени, буквально два вопроса хочу вам задать. Вот все-таки, я думаю, вам могут возразить по поводу того, что сейчас происходит в африканских странах. Вот те военные, которые захватили сейчас власть, понятно, что они выступают с позиции, как бы вы сказали, деколониализма. Но насколько их можно считать вообще легитимными? Они все-таки пришли к власти силовым путем и использовали фактор силы. Насколько он вообще может считаться законным? Вы знаете, дело в том, что Африка в данный момент находится в таком околофеодальном строе. И, соответственно, кто сильнее, кто имеет фактор силы в этом регионе, тот и является легитимным. Безусловно, в Европе и в других странах существуют определенные демократические процедуры, которые позволяют легитимизировать тот или иной режим. Но в таких странах, как Буркино-Фасо и другие, и Нигер, безусловно, таких процедур в принципе быть не может, потому что демократические институты еще совсем слабые. И поэтому легитимен тот, у кого есть серьезная поддержка внутри. А мы знаем, что у этих режимов, в частности у Ибрагима Трауре, есть серьезная поддержка внутри страны. То есть мы видим это по кадрам, которые нам приходят около французских баз, по кадрам, где африканцы прощаются с французскими военными. И, безусловно, это нам позволяет говорить о том, что режим легитимен. Кроме того, легитимность режиму придают также их международные партнеры. И, как мы знаем, у этих режимов уже есть международные партнеры в виде Китая, в виде России и в виде других стран глобального юга. И последний вопрос хочу вам задать. Вы упомянули о России. Как известно, у России сегодня серьезное присутствие в лице частных военных компаний, что, собственно, Москва и не отрицает. Вот насколько, на ваш взгляд, частные военные компании, такие как Вагнер, можно считать уже фактором мировой политики, не только с точки зрения каких-то военных операций, а прямо уже такой политический фактор? Насколько я понимаю современную российскую политическую повестку, то Юнусбек Евкуров вместе со своей свитой сейчас делает некое турне в страны Африки. Для того, чтобы починить различные частные военные компании, такие как Вагнер, такие как Редут и другие, под управление Министерства обороны, создав так называемый российский экспедиционный корпус. И по этой причине мы можем сказать, что, наверное, кто-то в правительстве России прочитал Никола Маккиавелли и его государь, и понял, что действительно опираться на частные военные компании или полностью опираться на каких-то союзников – это глупо и необходимо все централизовывать. И поэтому, скорее всего, Россия сейчас пойдет по этому пути и будет постепенно отказываться от частных военных компаний. Нариман, спасибо вам огромное за эту очень интересную беседу. Я напомню, у нас в студии был политолог Нариман Алиев, и мы обсуждали последние события в Африке, в частности, такое понятие, как неоколониализм, постколониализм или деколониализм. Это была «Африка. Второй фронт». Вел программу Руслан Сулейманов. Оставайтесь на CBC. Субтитры создавал DimaTorzok